Разобрал я, в общем, этот пауэрбанк. Это просто жесть. Доброго времени суток всем моим подписчикам. Тем, кто не подписался на мой канал, подписывайтесь. Будем с вами обозревать посылки и товары из Китая. Сегодня у нас на обзоре такая посылочка. Заказал ее на сайте AliExpress. Здесь пришел пауэрбанк, тот, который я забирал на почте. Видеоролик вот здесь, вот ссылочка будет. Можете посмотреть, как я ее забирал. В общем, давайте уже вскрывать, смотреть, что нам здесь пришло. Немножко неудобно сегодня вскрывать посылку. Видите, получил на работе травму пальчиков порезал. Поэтому, к сожалению... Самое главное, давайте расскажу предысторию. Все, значит, заказывал как бы оригинальный пауэрбанк, как видите, от фирмы всем известной Xiaomi. Вот как бы с виду вроде как Xiaomi. Ну, конечно, здесь нету голограммы, здесь нету идентификатора. И еще ходят слухи о том, что Xiaomi никогда не выпускала пауэрбанк в черном цвете. Здесь вот черная точечка. Это говорит о том, что внутри вроде как пауэрбанк должен быть в черном цвете. В общем, вот такая, естественно, коробка. Ну, полностью все Xiaomi. Сразу, что в глаза бросается, это то, что вот этот логотип Xiaomi... Сейчас я сфокусирую вам. Оп. Он так вот напечатан, как будто видно, что это наклейка сверху, знаете. Под ним, точнее вокруг него, под каждой буквой, есть такая как обводка. Также говорят, что вот эти цифры на оригинальной пауэрбанке, они должны быть такие выразительные. Здесь они у меня отчетливо все читаются, а в оригинале должно быть такое еле-еле заметно это все написано. Ну, и что сказать? Ну, качество сборки, ребят, если я не знаю, видно, нет. Вот здесь вот каемочка выступает, выступает и хоп, выходит на ноль. Дальше она уже нигде не выступает. Что ж, давайте просмотрим. Заряжен он, если верить этим датчикам, то каждый из них обозначает 25%. То есть, соответственно, заряжен на 75% из 100%. Самое главное, давайте же подключим к нему телефончик. Сейчас я какой-нибудь найду, какой у меня здесь будет под рукой на съемочном студии. И самое главное, посмотрим, что у нас в комплекте. В комплекте у нас вот такой вот 10-ти сантиметровый огрызок провода, естественно, без маркировки Xiaomi. Соответственно, это уже говорит о том, что это маловероятно, что оригинал. Инструкция вроде как Xiaomi.com написана. Оп, сейчас перефокусируется камера. Видно, нет. В общем, снизу рыженькая надпись Xiaomi.com. Вот видите, проскакивает. Вот она тоже. Инструкция на китайском, на обратной стороне тоже. В общем, будем разбираться, оригинал это или нет. Самым главным способом это мы его вскроем. И посмотрим. Ну, в общем, давайте сейчас что-нибудь подключим. Вот я нашел телефончик вот такой вот, внизу взял. Значит, попробуем сейчас подключить его. Вот видно, да, 12... Или это не заряд? Ага, ну, в общем, вот заряд в углу показывает. 53%. Сейчас подключим пауэрбанк. Самое главное, узнаем, будет ли он что-то заряжать. Кстати, навес он тяжелый, но я больше думаю, что он тяжелый. Из-за того, что у него вот чисто железный корпус. Вот, значит, давайте подключаем вот сюда. Ага, что-то пошло не так. И вернуть надо. О! Да, пошла зарядочка. Видите, загорелась зеленым, появилась молния. Сейчас попробуем сфокусировать. В общем, вот в углу, как видите. Что ж, по крайней мере, и лампочки вот загорели. Показывает, что он отдает. Ну что ж, по крайней мере, он отдает заряд. Он рабочий. Но меня больше всего интересует, оригинальный ли это Xiaomi. Потому что, во-первых, очень интересная цена. Ссылочка будет под видео. Зайдите, посмотрите. И самое главное, это то, что вернуть у продавца деньги надо. Если это не оригинал. И вообще, разобраться с этим пауэрбанком. Ну что, ребята, как я и обещал. Разобрал я, в общем, этот пауэрбанк. Это просто жесть. Ну что, самое главное. Он разбирается через жопу. Я не побоюсь этих слов. Как видите, он даже сломался. Вот этот пластик, он толстющий. В оригинале это такая тоненькая пленочка. Вот, наверное, толщиной с эту бумажечку. Клеится вот сюда. Под ней должны быть два самореза. Здесь их нету. И просто вот это все из металлического корпуса. Вот таким вот образом, ребята, выталкивается. Но это еще не все. Мало того, что в оригинальной. Вот эти банки должны быть все серого цвета и промаркированы. Сколько они объемом. Какая-то модель банки. И стоять еще на каждой голограммке от Xiaomi должна быть. Здесь просто набор розовых и синих. На YouTube есть куча видеороликов, где разбирают оригинальные и неоригинальные пауэрбанки. Ребята, и там у всех в копиях либо синие все четыре, либо розовые. У меня две розовых, две синих. Джекпот. Маркировки вообще никакой. То есть, непонятно, оригинал это или нет. Я уже отклеивал вот этот скотч. Это вот такой вот скотч, который их держит чисто к корпусу. Они вот так вот вынимаются. И вот вам четыре батареечки, ребята. Никакой на них маркировки. Сомневаюсь, что каждая из них по 2500. Вес вообще даже, знаете, вот розовые так вот кажется, что перевешивают синие. В общем, ну то есть, качество сборки самый низкий уровень. Если вам интересно, я дальше буду снимать видео о том, как я открыл диспут. Пишите в комментариях, интересно вам это или нет. В общем, буду возвращать за это бабло. И по-другому никак. Потому что это не оригинал, как утверждал продавец. Я ему еще даже написал, переспросил, почему такая низкая цена. Я напрямую продаю. Обещал мне золотые горы. По факту мы имеем какую-то фейк, подделку. И при том не самую дешевую. Ну, в общем, следите за каналом. Подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте. Ну, а если вам интересен все-таки этот товар, тоже хотите вот таким образом наказать продавца, заказать и потом вернуть деньги, можете перейти по ссылочке под видео и заказывать. До новых посылок. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok